Если доллар мы назовем победителем гонки этой торговой недели, то вот сходу присудить статус лузера не так-то и просто. Кандидатов много. Это и фунт, и евро, и канадский доллар. Давайте рассмотрим положение европейских валют и начнем с фунта. В ходе двухдневного экономического саммита ЕС так и не удалось прийти к компромиссу по вопросу Брекзита. Также не очень позитивны были макроэкономические отчеты. Наверное, все не очень хорошо, если посмотреть на ситуацию через призму технических индикаторов. Владислав, здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, перспективы фунта. Продолжение следует... Евро тоже под тяжестью доллара, да и проблем с итальянским бюджетом. Продолжение следует... Предлагаю поговорить о чем-то более позитивном. Австралийский доллар, в отличие от своих коллег, в столь непростое время все-таки пытается развить восходящее движение. Каковы его шансы на успех на следующей неделе? Владислав, спасибо за ваши торговые рекомендации! До встречи на следующей неделе! Вы смотрели программу Телемост на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами были мы, я Екатерина Стихина, аналитик официального представительства группы компании ИнстаФорекс в Москве Владислав Тюхменев. Мы желаем вам прибыльных торгов! До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok